Котки, начало путешествия. Полный автобус и мы. Вот европеец, видно сразу. Охренеть. Ну что, наша развеселая команда прет в леса. Я наелась. Да. Виноград, инжир везде растет. Что надо тысячу человеку сильно? Да. Я помню, что первый раз приехали сливы желтые, огромные такие вот, оранжево-желтые. Я тоже тут скакала. А вон, смотрите, варну видно. Береги чистоту, не выкидывая бутылки, не будь дураком. Говорит нам дедушка. Дина, это дедушка кто? Это дедушка Липа? Ага. Девочки наши очень заняты. Здесь же рядом чушма и лес. Вот маленькая, я так сначала прибежала, ой, расплодились. Да не может такого быть, чтобы одна только рыба расплодилась. Ну да. Вообще, вообще. С ума сойти. В лесную чушму кто-то опустил декоративных крабов. А вода блюзовая, как в минеральном источнике. Охренеть. Это нормально. Мы же идем еще и для того, чтобы поболтать. Ну так а чем она тебе мешает? Смотри, красивая она, не яблоки. Не мешает, как только Дина мне сказала, что она вытесняет чужие растения. Ну вот, короче, осень и жизнь должна быть очень красивая. Дина, такая к водопаду, есть вопросы. Водопад такой, я тебе сейчас на все вопросы, Дина, отвечу. Он не ответил. Личинка внутри боится того, чтобы ее не нашла паразитическая яйца, которая воткнет в нее свое яйцо. И поэтому вот это разрастание гал, он сладкой росой привлекает тлю. Тля – это животное, которых пасут муравьи. То есть муравьи пасут тлю там сверху. И будут разгонять осу. Таким образом не дают паразитическим осам откладывать свою личинку в ту личинку, которая находится там внутри гала. А по примеру, про свой. То есть они как нет самцов? Только самки. То есть вообще нет мальчиков конкретного этого вида, которые вот так вот размножаются. Мальчики до сих пор за долгую историю изучения этих видов мальчики не обнаружены. Бункер. Элис. Я ела виноград, инжир с куста. Яблоки. Видела. Яблоки не ела. Яблокину. Не, этот большой, шафраны поменьше. Шафрана еще не времени. Шафран будет. Как здесь классно. Как здесь потрясающе пахнет хвоей. И какой здесь свет. Вот это я здесь сижу. А девчонки полезли в бабину дубку. Пещера такая. Ты знаешь, в принципе, снять так, чтобы было видно, насколько здесь круто, абсолютно невозможно. Поэтому надо в глазах уносить. Водичка все сделала. И вот это. И вот это. Это же все, как вода текла. Не могу я вот прям... Только что это были такие зеленые аллеи, потом слегка подсохшее бумажное дерево, а сейчас хрясь... Хоба! И небоскребы. И небоскребы. Вообще. Вполне возможно, что там еще есть жуки-осмодермы, которые замесены здесь в красную книгу, которые очень редкие. Господи боже. Вот они как раз живут в таких сухих деревьях. Он размечен. Видишь, у него чё? У него всякое. А вот это, вот это, вот это, бункер. Хоба! Десять признаков осени. Признак номер два. Сладкий дым в воздухе. Еще очень тепло, но уже начинают потихонечку топить печену или что-то жечь. Там, не знаю, листья какие-то. Господи, как это пахнет. Как это пахнет. И вот из этого леса мы только что вышли. Квартал Аспарухова. Он что у нас под ногами. Он что у нас впереди. Вот там вот Варницкий берег. Вон он. За мостом. Вот. А вот у нас всякая над головой. И вот этих хвойных имен даже не все знает Дина. Вот. Вот так. Ваши лекторы в лесу. В 15-й день мы стартовали. Сейчас 18-40. Я в своем квартале через 10 минут третий раз записываю этот отрывок. Такой. Через 10 минут буду дома. А почему через 10, а не сразу? Потому что кофе зайду выпить в любимую колебию. Надеюсь, они еще открыты. У нас закат. Деду там. Суперный город. На небе под прогулку нарисовали многоножку. Возможно, это Кефсяк. А может быть, Скалопетр. А это наша компания. Мы вышли из леса все. И идем дальше. О, рай у нас Порохова. Путешествие продолжается. А лес остался. У нас заспили.